Всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Вы смотрите видео обзор трехкомнатной квартиры в кирпичном доме премиум класса. Досмотрите данный видео обзор до конца и вы узнаете, что это за дом, что это за квартира, в каком она состоянии, сколько же она стоит. А я начинаю свой обзор. Меня зовут Александр Шуляк, я профессиональный риелтор в области вторичной недвижимости. И снимаю видео обзоры конкретно на те квартиры, которые продаю, а также иногда помогаю своим коллегам и партнерам по агентству. Сегодня я снимаю обзор своего коллеги Марата. Квартира у него расположена в жилом комплексе Александровский. Я неспроста поднялся на 20 этаж, чтобы показать вам воочию, что же такое жилой комплекс Александровский. Итак, квартира находится у нас в доме Бейвеля 14, в этом угловом подъезде. Сейчас мы спустимся в нее, но предварительно посмотрим на вид с последнего этажа. Здесь у нас территория двора. На территории двора есть футбольная, баскетбольная площадка, детских площадок несколько, безопасные покрытия. Территория двора полностью без машин. Потому что под территорией двора находится огромная подземная стоянка. Но гости, которые приезжают к вам, могут ставить за территорией двора большая парковка. И еще с той стороны. Этот дом состоит из нескольких секций, которые соединяются между собой коммерческим зданием. Вообще, если я не ошибаюсь, здесь 6 подъездов. Вот так выглядит крыша дома. Благоустроенная, чистая. Вентиляционные каналы. Наша квартира находится на седьмом этаже. Предлагаю сейчас пройти через подъезд и посмотреть. А также могу рассказать, что в жилом комплексе Александровский есть дома с свечками одноподъездные. Они, как правило, стоят внутри двора. И дома, которые многоподъездные, длинные. Они различаются. И различий на самом деле много. Но каждая квартира, конечно, индивидуального обзора требует. Поэтому мы с вами пойдем смотреть нашу. Из-за лестничной площадки попадаем в лифтовый холл. Тут большие три лифта. Все они грузопассажирские. Тут, получается, у нас на этаже несколько квартир. Все люди оставляют свои велосипеды и коляски. Потому что в жилом комплексе Александровский безопасен. Лифты хорошего качества. Хоть и не отисы, щербинские. Но они отделаны качественным металлом. Установлено зеркало. Здесь стилизованное зеркало. Достаточно комфортные лифты. Сейчас с вами спустимся на наш этаж и посмотрим квартиру. Квартира у нас 150 квадратных метров. Очень большая. Для большой семьи. Мне очень нравится, что в лифтах Александровского нет этой навязчивой рекламы. Здесь только реклама управляющей компании. Современная управляющая компания. Все QR-коды. Красивый стилистический дизайн. Вот мы с вами на этаже. То есть цветы, картины. Очень уютные, комфортные. Идем смотреть в нашу квартиру. Ну вот, открыли дверь. Сняли квартиру с сигнализацией. Добро пожаловать. Попадаем в удобную прихожую, где можно снять обувь. Это зона коридора. Направо и налево. С левой стороны есть удобная гардеробная, где можно оставить верхнюю одежду, сумку, обувь, головные уборы. С правой стороны полки установлен блок сигнализации и электросчетчик. Здесь у нас санузел, в котором сантехника, душевая кабина, принудительная вытяжка. Тут у нас спальня с большой гардеробной. Гардеробная очень уместительная. Система хранения, подсветка. Все здесь присутствует. Потолки многоуровневые, тоже с подсветкой. Также есть подсветка на стенах. Тут есть розетка под телевизор и антенна, кабель. Тут есть такие удобные ниши, где можно поставить какие-то предметы интерьера. И выход на балкон. Так как здесь рулонные шторы, значит здесь очень светло. На полу также сделан пол. Пол. Сделаны полки для системы хранения. Балкон остеклен обычной рамой от застройщика. Сделан подоконник. Тут у нас окна выходят частично на Бейвеля и частично на двор Бейвеля 6. Он аналогичен нашему, тоже из нескольких секций состоит дом и двор без машин с подземной парковкой. Я говорил про места для стоянки под окнами. Вот можно посмотреть. Ну что, идем дальше. На балконе, кстати, тоже сделана подсветочка и сушилка. Это говорит о том, что квартира очень функциональная. Эта комната, по моим ощущениям, квадратов 18. Мы идем дальше. То есть, вот от входа у нас там идет спальня и санузел. Тут идет у нас вторая спальня. Она уже более прямоугольной формы, пошире. Выполнена в таких цветах фиолетовых. Видимо, для девочки эта комната. Тут есть такая мебель. Стол письменный. Шкаф под потолок. Потолки, кстати, очень высокие, трехметровые. И большое трехстворчатое окно. Это южная сторона, насколько я понимаю. Идем дальше. По моим ощущениям, где-то квадратов 25 комната, не меньше. Здесь, слева от входа, есть тоже большой шкаф для верхней одежды. Видимо, с системами хранения тут проблем нет. Итак, эту комнату мы посмотрели. Идем дальше. Комната номер три. Это тоже детская. Тут уже такие цвета более нейтральные. Поэтому можно и для мальчика, и для девочки. Сделана такая шведская стенка. Очень большая. Где можно лазить столик с подсветкой. И тоже окно во двор. Это комната квадратов 16, по моим ощущениям. Далее у нас идет санузел. Это у нас полноценная ванная с гидромассажем. Очень большая. Сразу видно, что можно сюда посадить всех своих детей и вымыть их. Тут большой водонагреватель. Принудительная вытяжка, естественно. Унитаз с инсталляцией. Встроенная стиральная машина. Система хранения. И огромная раковина. Мне очень нравится эта идея с мозаикой, которая и на полу, и на... На столешнице, где установлена раковина. Плюс еще есть подсветка. Сделано неплохо. Для этого и созданы мои видеообзоры, чтобы передать вам то, что не могут сделать фотографии. Идем смотреть кухню. Самое центральное место в доме. Вот наш вход на кухню. Кухня-гостиная. Очень большая и просторная. Зона кухни от зоны гостиной разделяет барная стойка. Очень редко встречаю такое решение, но оно достаточно комфортное, на мой взгляд. В кухне-гостиной большой кондиционер. Тут у нас телевизионная антенна. Видимо, стоял большой телевизор. Зона отдыха. Тут, как видите, два окна гостиной и еще одно окно на кухне. Это у нас юга-западная сторона. Тут у нас два окна на Бибеля. То есть у нас три, четыре окна на юг и два окна на запад. Очень много места. Конечно, где-то требуется косметический ремонт, подклейка обоев. Но любая квартира, вторичное жилье требует всегда подобных вложений. Давайте рассмотрим поподробнее о кухне. Очень интересный гарнитур. Интересен он чем? Что столешница, в которую уже врезана раковина. Фильтр для воды. Тут у нас, значит, видно система фильтрации. Тут посудомойка на 45. Полки, 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 полки. Везде полки. А здесь, с левой стороны, микроволновая печь, без поворотного стола, духовой шкаф и холодильник сайд-бай-сайд. Очень вместительный гарнитур. Тут стоит стол. Видимо, можно картину повешать. Люстра. Классический дизайн. Все в таком стиле. Ну что, друзья, подошел к концу мой видеообзор. Мы с вами посмотрели полноценную трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Александровский. Три отдельные комнаты. Кухня-гостиная. Для большой семьи. На мой взгляд, это либо двое детей, мальчик и девочка, либо трое детей, мальчик, две девочки. Если, допустим, все девочки, тоже ничего страшного, одна комната нейтральная. Но если все мальчики, тогда нужно будет небольшой косметический ремонт в одной детской сделать. А так, в принципе, квартира соответствует названию трехкомнатной. Многие сейчас выставляют объявление трехкомнатной, имея в виду, что это студия плюс две комнаты. Тут уже подойдет для семьи, у которой больше двух детей. А я хочу поблагодарить вас за то, что посмотрели столь долгий и скрупулезный видеообзор и попросить вас поддержать его, поставить лайк, написать в комментариях свою обратную связь, ну и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видеообзоры. А я жду вас на своем канале. Спасибо еще раз за то, что досмотрели видео до конца. Самый главный вопрос. Сколько же стоит данная квартира? В рублях эта квартира стоит 12 миллионов 760 тысяч рублей. В долларах это где-то 160 тысяч долларов. Увидимся на канале.